да здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео сейчас видите блин ну повернулась жопой то вообще наглость в общем я к чему приурочиваю это видео полному и беспросветному выздоровлению свинки вот этого дали все ко мне ближе вот она кушает сейчас покажу вот это вот она вот она вот она кушает значит все у него стало нормально в течение проколол я ее три раза антибиотиком видно что-то у нее то ли отравление было возможно простудилась ну в общем я к чему веду это все не пугайтесь если вдруг свинка или кабанчик начали себя сумма по воду как-то перестали кушать тут когда синяя перестает есть это конечно серьезная ну признак того что происходит что-то не то да если это свинка возможно гуляет если она не ест долго а еще если и не пьет это вообще все печально значит кого я оксипромом я показывал уже видео оксипрол но в принципе можно подойти вед аптеку и попросить чтобы вам дали антибиотик широкого спектра действия свинкам коготь вам подскажут я к чему веду не обязательно там вызывать дорогостоящих врачей вот у меня за все время пока я держу было может уже несколько раз вот такая проблема ну как проблема свинки ну все равно хоть у них здоровье крепкое иногда бывают они то ли простудилась то ли притравилась кинем что-то заткнулись абсолютно это самое вплоть до того что свиноматка у меня была сошла ну она была покрытая но из-за того что если происходили там неприятности она абортировалась грубо говоря и вот когда она абортировалась она не могла не есть не пить лежала температура была повышенная она была холодная в общем ну все капец я вызывал айболита айболит прискакал и у айболита у всех лечение одно либо нож либо антибиотик широкого спектра действия поэтому вы особо там не расстраивайтесь даже если что-то случилось со свинкой нету возможности допустим айболита вызвать антибиотик покупаем широкого спектра и колем ее 23 дня вот этот оксипрол колется раз в сутки 5 миллилитров колется на 100 килограмм в общем ничего сложного нету взяли прокололи если за три дня 35 дней ничего не прошло берем длинный нож горелку и свинка превращается классную колбасу или сосуда но повторюсь вот таких вот прям уж шашлычных проблем не было поэтому сильно не переживайте если вдруг заболела шанс на выздоровление у нее очень высокий они очень хорошо восприимчивы к антибиотикам потому как они ну как живут недолго антибиотик свой организм получает редко поэтому буквально там причем пусть она даже будет кашлять там чихать пердеть это поможет и хорошо поможет у меня он вьетнамец тоже помнишь было пузо она стала все все присмотрим это же антибиотиком прокололи буквально три-четыре дня попустила все выросла большой свинкой даже осталась она эмблеме канала так что подписывайтесь на канал пусть ваши свинки никогда не болеют всего доброго